Тональный крем, тональный крем, пудра, тени, каранда, ну в общем полный комплект на лице, тогда этот комплект нужно смыть, естественно, а умывалка не и каждая справится, поэтому мы мицеллярной водой удаляем макияж, но это не умывалка и это не тоник, поэтому мицеллярную воду оставьте только те, у кого действительно есть мейк на коже, кто делает макияж на основе тона, пудры, румяны, теней, но если у вас легкий макияж типа реснички и чуть-чуть румяна, то это не обязательно. Мицеллярная вода не заменяет умывалку, она требует смывания, то есть мы сначала удалили мицеллярной водой макияж аккуратненько с помощью ватоника, вечером на этом уход в моем случае заканчивается, и тут третий такой миф, который всегда взрывает девчонок, и когда комментарии открыты, все пишут, ну как же так? Ты это тоже знаешь, ночной крем? Да, для меня это было прям реально открытие, я не пользуюсь, вот уже, считай, четвертый год не пользуюсь ночным кремом вообще, в принципе, и сейчас для меня даже непонятно, как я раньше пользовалась, только тоник, умывалка, тоник, все. Да, на самом деле я не категорический противник ночного крема, он действительно нужен некоторым девчонкам в некоторых ситуациях, но их 5-10%. В основном, обладатели молодой кожи, у нас с тобой схожее состояние кожи, склонная к высыпаниям, к жирному блеску, к расширенным порам, такой коже до 45 лет однозначно ночной крем не нужен. После 45 мы уже наблюдаем, смотрим, что происходит с кожей, в каком она состоянии, и исходя из этого решаем, нужен ночной крем или нет. Я рекомендую все-таки советоваться с косметологом относительно ночного крема, хотя любой косметолог скажет, что он нужен, это только я, видимо, такая, с таким мнением, но это говорит мой опыт и мои знания. Все-таки от ночного крема мы можем отказаться, и это принесет свои плоды. И крем, кстати, для кожи вокруг глаз на ночь тоже нельзя наносить, и это даже более того... ...стало им пользоваться, вот на протяжении трех лет не пользуюсь. Ну, а утром пользуюсь. Да, утром обязательно. Я сейчас расскажу, почему. Самое главное, если вы вдруг решили нанести перед сном крем или маску какую-то часа до сна, если вы это непосредственно перед сном сделаете, ну, во-первых, все впитается в подушку, просто размажете весь крем по наволочке, а во-вторых, вы с утра проснетесь, как будто вы суши поели вечером, и пивком это все запили, и сухариков соленых еще. Но это действительно такое личико происходит, не самая красивая, свежая. Ночной крем это коварный такой наш товарищ, и не всегда он нужен, особенно если вы обладатель проблемной кожи. Проблемная-то жирная, с воспалениями, обезвоженная, то есть сухость тянута, шелушение беспокоит. А у нас таких 95, наверное, 97% девчонок, у кого всегда какие-то есть вопросы к своей коже. Поэтому ночной крем это да. Вообще, когда мы с тобой обсуждали тему прямого эфира, я тебе сказала такую фразу, как замкнутый круг. Это очень частая такая... Да, в чем-то, что ты делаешь все правильно, и тебе трудно отказаться от этих привычек. Тебе кажется, что нужно делать именно так, потому что все так делали. Но при этом ты понимаешь, что решение проблемы это не дает. И тем не менее продолжаешь это делать. Ну, как бы так же все вроде как говорят. И я всегда говорю, девчонки, если вы что-то делаете, вот неважно, что. Если вы худеете, а вам не худеется, значит, вы что-то делаете не так. Что делать неправильно. Нужно изменить тактику, стратегию. То есть любое действие, оно должно принести результат. И если вы что-то делаете, а результата нет, то есть если вы уверены, что вы правильно боретесь с прыщами, или вы правильно боретесь с сухостью, а сухость не уходит, прыщи не исчезают, значит, что-то вы делаете не так, и нужно пересмотреть весь свой подход в комплексе. Не приходить к косметологу со словами Ой, у меня так сушит кожу Прям не могу вообще без масла жить Сейчас о масле тоже расскажу Но вот что-то делать Посоветуйте мне вот такой прям жирный крем Прям плотный, чтобы вот сухость сразу снять И когда я рассказываю, что крем не спасет Что нужно в первую очередь пересмотреть умывалку и тоник Девчонки всегда